Мини-сериал «Конец детства» – это экранизация и одновременно адаптация к современным реалиям научно-фантастического романа Артура Кларка. Роман «Конец детства» был опубликован в 1953 году, и уже в те далёкие годы Кларк изобразил то, что происходит в западном обществе сейчас. И произведения Кларка, и сериал представляют собой своеобразную интерпретацию апокалипсиса Иоанна Богослова. Причём в сериале даже больше отсылок к этому христианскому тексту, чем в первоисточнике. Поэтому мы снова сталкиваемся с вопросом, который не даёт покоя и любителям фантастики, и культурологам. Почему авторы научно-фантастических произведений постоянно делают в них религиозные отсылки? Попробуем в этом разобраться. Фильм начинается с кадров различных бедствий, скорбящие матери, боевые действия, экологические загрязнения, страдания людей. Правда, почему-то не показали эпидемии. Так нам вкратце сообщают о периоде Великой Скорби, который должен случиться на завершающем этапе существования мира, согласно предсказаниям библейских пророков и Христа. Затем воздушное пространство над землёй очищается, все самолёты без повреждений опускаются на землю, и над крупнейшими городами зависают космические корабли пришельцев. Этот образ Кларк придумал, когда наблюдал висящие над Лондоном аэростаты воздушного заграждения. И впоследствии он появляется во множестве фантастических произведений. Это весьма мощный в эмоциональном плане символ. Нечто массивное, угнетающее, техногенное, превышающее человеческие масштабы, находится сверху, бросает свою тень на людей, закрывает солнце и небо, наблюдает и контролирует. Это образ контроля и подавления, и он вполне соответствует эпохе тотального контроля, в которую мы с вами сегодня входим. Авторы сериала показали весьма красноречивый вариант этого образа – корабль пришельцев, зависший над статуей Христа. Значение этого образа очевидно. Наступает эпоха, когда христианство теряет былую значимость и появляется то, что ставит себя выше Христа. Пришествию инопланетян соответствует 13 глава Откровения, в которой говорится о звере, выходящем из моря. Зверю дана власть хулить Бога и победить все народы Земли. Кстати, заметьте, что в традиционной картине мира космическое пространство соответствует морю в традиционной картине мира. Не случайно космические корабли называются именно кораблями. Пришельцы, которых люди назвали сверхправителями, моментально, без всяких агрессивных действий устанавливают свою власть на Земле. Так Кларк предсказывает появление так называемой soft power – мягкая сила или мягкая власть, которая стала основным средством политического воздействия в наши дни. Мягкую силу воздействия со стороны государств-захватчиков практически невозможно отличить от культурной и гуманитарной помощи. Результатом же является постепенное уничтожение первоначальной и насаждение чуждой культуры. Сверхправители не показывают себя человечеству, но находят для себя посредника среди людей, который становится их представителем, пророком. В романе Кларка это не больше не меньше как генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. В фильме это простой парень-фермер Рик Стормгрен, которому приходится начать работать на правительство. В откровении этот представитель пришельцев показан как другой зверь, выходящий на этот раз из Земли. Он заставляет всех жителей Земли поклоняться зверю, вышедшему из моря. И действительно Рик доходчиво объясняет людям все преимущества контроля сверхправителей и невозможность им сопротивляться. Периодически сверхправитель по имени Карелин забирает Рика в капсуле на свой корабль, где общается с ним, находясь за полупрозрачным стеклом. Эта ситуация тоже весьма символична. Сверхправители скрывают себя от глаз людей, что символизирует их невидимость для физического зрения. А само общение Стормгрена с невидимым собеседником – это буквально слышание голоса, которое часто демонстрируют различные медиумы, входя в контакт с неизвестными силами. То есть, по своему смыслу, ситуация, когда Рика забирают в капсуле на корабль, ничем не отличается от так называемого ченнелинга. Все это в комплексе дает весьма любопытный образ. Организация Объединенных Наций управляет народами Земли, подчиняясь голосам невидимых сил. А учитывая то, что у Кларка эти силы в итоге оказываются демонами, то остается только удивляться его проницательности. Намерения пришельцев самые что ни на есть благие. Установить на Земле мир и справедливость среди людей, восстановить экологию, излечить людей от болезней. Для реализации этой программы люди под руководством сверхправителей должны создать единое мировое правительство, а множество стран объединить в единое государство. Один в один программа глобалистов. Необходимость создания единого мирового правительства была очевидна Кларку и его коллегам-футурологам из Королевского института международных отношений уже в 50-х годах. И в наше время устрашающее воздействие на население при помощи терроризма и пандемии позволяет глобалистам ограничивать свободу людей и вводить средства для обеспечения тотального контроля. Интересно, что параллельно с введением единого мирового порядка, сверхправители ограничивают человечеству выход в космос, что вызывает недовольство ученых. Если этот прогноз Кларка тоже сбудется, то нам следует ожидать либо сворачивания космической программы, либо превращение ее в фейковое исследование, либо же произойдет в точности по Кларку. Те силы, которые диктуют свою программу руководству ООН, действительно покажут свое лицо и свое могущество, перед которым программа космических исследований окажется нелепой детской забавой. Традиционные религии, согласно Кларку, сами придут в упадок, так как люди будут не в состоянии совместить веру в Бога с теми чудесами, которые демонстрируют сверхправители. Что именно является альтернативой и выходу в космос и традиционным религиям, мы увидим чуть позже. Разумеется, все то благо, которое сверхправители творят на Земле, делается не просто так. Их главная цель, о которой они никому не говорят, вывести особую расу сверхлюдей, после чего вся человеческая культура и сама планета Земля будет уничтожена. Стало быть, авторы показывают нам, что всеобщее благоденствие, стремление к которому стало смыслом жизни для современных людей, не является последней целью для тех, кто управляет социальными процессами. Подлинная их цель скрыта за обещанным периодом всеобщего благоденствия. Постепенно люди привыкают к постоянному и тотальному контролю, и после прошествия 15 лет пришельцы показывают свою настоящую личину. Оказывается, что их внешний вид один в один соответствует традиционному христианскому изображению дьявола. В фильме у Карелина рептильные глаза и кожистые крылья, что указывает на его змеиную сущность. Как известно, в первом и последнем упоминании сатаны в священном писании он называется змеем. То есть Артур Кларк, атеист и ученый, вводит в свое произведение по сути мифических и религиозных персонажей, демонов. Дальше больше. В назначенный день Карелин создает странную комнату с высокотехнологичной доской для спиритических сеансов. Несмотря на то, что согласно Кларку бога не существует, а религии обречены на исчезновение, в мире действуют необъяснимые оккультные силы, с которыми персонажи взаимодействуют при помощи доски. А один из сверхправителей в романе изучает огромную библиотеку книг, посвященных паранормальным явлениям. По мысли Кларка, хотя сверхправители и достигли неимоверных высот в научном и техническом прогрессе, они дошли до предела своего развития и никогда не обращались к параноучным явлениям. И именно в паранормальных психических способностях людей и заключалось их потенциальное превосходство над пришельцами. Инопланетяне в виде демонов, спиритизм, и это называется научной фантастикой. Кларк не только не отрицает существование сверхъестественных и паранормальных явлений, и не просто дает им другую, как бы научную интерпретацию, дескать, раньше люди верили в демонов, а на самом деле это оказались инопланетяне. Нет, эпизод с доской для спиритических сеансов говорит о том, что для Кларка наука и техника не всемогущие, и людям для того, чтобы выйти на новый уровень развития, требуется скачок именно в сфере оккультных знаний. Вспомним широко известный третий закон Кларка «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». Его формулировка тоже подтверждает, что Кларк не отрицает магию, он же не говорит «все, что мы считаем магией, на самом деле является технологией». Напротив. Формулировка закона указывает, что технология только стремится к тому, чтобы подражать магии, а значит, приоритет все равно остается за магией. Почему? Потому что магия оперирует живыми силами, которые являются частью мира, как единого целого. Наука же оперирует лишь частями и частицами мира, обращаясь с ними как с неживыми элементами, которые она рассматривает вне связи с целым. Магия и наука относятся друг к другу так же, как аналоговый сигнал относится к его цифровой копии. Сколь бы точной ни была дискретизация, она никогда не превратится в непрерывную функцию. Сколь бы удивительными ни были достижения науки, она никогда не станет магией. Мы подошли к очень интересной и загадочной теме, а именно к взаимодействию в современной культуре оккультизма и сциентизма. Поскольку не все знакомы с термином «сциентизм», приведу его определение. «Сциентизм — это такое представление о науке, согласно которому она является ведущей формой духовной культуры, она действительно познает мир, открывает тайны природы, увеличивает человеческую силу и дает возможность человеку господствовать над природой». То есть, грубо говоря, сциентизм — это вера в могущество науки, тогда как оккультизм — это вера в существование нематериальных сил, которыми можно управлять при помощи магии. Так вот, чем больше мы изучаем современную культуру, тем яснее видим, что сциентизм и оккультизм в ней идут рука об руку. Оккультизм постоянно присутствует на заднем плане научно-фантастических произведений, образуя в них второй смысловой слой. Нам постоянно показывают, что технологии — это круто, но при этом нет-нет, да и вспомнят про магию. Герои современной фантастики постоянно пользуются новейшими достижениями прогресса, но стоит копнуть глубже, и оказывается, что эти герои олицетворяют какого-нибудь мифического или религиозного персонажа. И такое безобразие происходит не только в фильмах, но и в литературе. Например, в разборе Сталкера я обращал внимание на оккультные намёки в повести Стругацких «Пикник на обочине». Стругацкие называют зону дьявольским местом, из этого места к людям приходят души умерших. А чтобы получить желаемое от золотого шара, необходимо принесение человеческой жертвы. Разве это не оккультизм под маской научности? Про современные фантастические фильмы нечего и говорить, посмотрите любой разбор на этом канале. В Интерстелларе дочь инженера общается с призраком, а сам он попадает в иной мир и становится духом. В фильме «Из машины» компьютерный гений кладёт себя на алтарь нового божества. В фильме «Чужой завет» искусственный интеллект становится демиургом, творящим новое человечество. Если раньше мы думали, что всё это мракобесие – это лишь причуда режиссёров, то «Конец детства» Кларка показывает, что это совсем не так. Оккультизм и сцентизм – это две неотделимых друг от друга составляющих современного мировоззрения. «Конец детства» является одним из наиболее ярких примеров того, как научная фантастика оказывается практически неотличимой от оккультного трактата. Её научность – это лишь ширма, скрывающая под собой паранаучное содержание. Для кого нужна эта ширма? Об этом скромно намекает Википедия. Оккультизм – это скрытое знание, в отличие от открытого знания, обычно называемого наукой. То есть оккультизм – это знание для избранных, наука – это знание для широких масс. Рядовые учёные не соприкасаются с оккультизмом, они заняты своим делом, а популяризаторы науки борются с религиозным мракобесием. С помощью науки и технологий мы можем создать то, что с помощью магии лишь пытаются сделать. Но те, кто не принадлежат массам, понимают, что дело обстоит несколько иначе. Вещи, которые мы вызываем в мир – это не демоны. Они больше похожи на древних богов Лавкрафта. У сциентизма и оккультизма одна и та же мировоззренческая основа, и, как следствие, одни и те же цели. Поэтому, когда фантасты и футурологи начинают описывать глобальную картину мира, то есть строить космологию, оказывается, что она полностью совпадает с картиной мира оккультистов New Age. И там, и там описывается прогрессивное развитие мирового разума, который должен охватить всю Вселенную, то есть стать богом. И там, и там человечество должно выйти на новый уровень. И там, и там ему в этом способствуют могущественные силы – демоны, или инопланетяне. В отличие от науки, которая отрицает оккультизм, оккультизм не отрицает науку, а использует ее как средство. Поэтому в конце детства именно оккультизм является альтернативой и выходу человечества в космос и традиционным религиям. Субтитры создавал DimaTorzok